А, есть ещё же выпуск Окблогер, блять, давайте его посмотрим, а потом Кринш ТикТок, вот такой у нас будет. Ну давайте, давайте, давайте. Даня Милохин и Юля Гаврилина в одном отеле в Дубае. Они сняли маску ещё до выхода клипа. Юля Кушман рассказала о потере ребёнка, Дилару экстренно увезли на скорой, а Аня Паков сменит профессию в Америке. Всем привет, это канал Окблогер, и сейчас ты узнаешь самые свежие новости о блогерах и трендах. Подписка, лайк и колокольчик, и тогда всё будет топчик. Бери свои любимые вкусняшки, присаживайся поудобнее. Э, как я на жёлт. Погнали. Большинство блогеров не всегда честны со своей аудиторией. В каких-то моментах привирают, где-то недоговаривают, особенно когда речь заходит про заработки. Марьяна Жиро, пройдя длинный путь и немного наевшись сей этой... Какие заработки, она фотки свои продаёт, блять. Яма и стала максимально прямолинейной. Её не раз просили вернуться на ютуб и делать хоть какой-то контент. На что она ответила, что сила и время есть, но вот из-за отключённой монетизации в России делать этого не хочет. Да, потому что деньги, вот как мне будут платить, тогда будут делать, понятно. Марьяна не готова бесплатно... Лучше попку с фоткой свою, блять, выложить. Вот за это получи 100 рублей, вот это заебись. Кто-то говорит на камеру, звучит высокомерно, зато честно. Открыть с подписчиками и хазбек, причём иногда чересчур сильно и по своей глупости. Недавно кто-то без его согласия выложил в сеть личный номер телефона. Из-за потока звонков пришлось сменить симку, а после вся история повторилась. Хазбулла, чтобы не писать каждому, решил выложить номер в избранной историей... У меня хазбек 50 крутой, я не могу, блять, он очень крутой. ...для друзей, но нажал не на ту кнопку и опубликовал на всеобщее обозрение. Сториз была, конечно, быстро удалена, но многие вновь успели заскринить. А вот Юля Пушман поделилась с подписчиками самым сокровенным – болью, которую ей пришлось недавно испытать. Оказалось, что в начале прошлого года она забеременела и всё протекало более-менее хорошо. Но начиная с пятой недели анализы ухудшались, врачи не могли ничего поделать. И после одного из УЗИ констатировали остановку сердца плода, которая перестала просушиваться на аппарате. Подтверждается, что, к сожалению, увы, но сердца нет. Ну, я, понятное дело, в шоке, я вообще в это не верю. Говорят, что, ну, как бы... Не фейк? Сердце... Ну, просто... Не, я говорю... Просто у Каспарянца, у её подружки же было то же самое, и как бы и тут и у неё то же самое. Либо такое очень, ну, странное совпадение, либо... Ладно, понятно. Соболезнь, соболезнь, просто... Беременность замерла. В сети развернулись многочисленные обсуждения по поводу якобы кончины Шарлотта. До сих пор точно неизвестно, правда это или нет, но я всё же склоняюсь к тому, что это прогрев перед альбомом, и вот почему. Журналисты смогли связаться с отцом Эдуарда, который давно не общался с сыном, и тот так же, как и все, узнал о предстоящих похоронах из интернета. Обычно родителям такую информацию сообщают в часе первых, но тут никакой весточки не было. Также большинство друзей Шарлотта... Бля, тоже сказать что ли, что я сдох, блядь, чтобы альбом дохуя набрал. Не и спокойствие, нет никого в расстроенных чувствах. Только Хэпмонита, с которой они тоже общались, решила на память опубликовать, видимо, старый кружок друга, где он ест шаурму. Но она опять же какую-то конкретику не дала, все подумали, что она раскрыла всю эту аферу. А тут ещё главный фан-аккаунт сообщил, что Шарлотт жив. Это, скорее всего, действительно так, но всё же дождёмся более точных пруфов. Точно же всё хорошо с исчезнувшим из медиапространства мимимишкой. Он редко, но всё же... Бля, ебать вспомнили, нахуй. ...мелькает у меня в ленте, а вчера отпраздновал свой день рождения. Да? Никите исполнилось 20 лет. Нихуя себе. Миш записал историю, в которой поблагодарил всех, кто его не забывает. Бля, я не забываю. Мне 20. Ты показал 2. 20 лет. Вот это 2. Третий десяток пошёл. Фильм Чебурашка продолж... Третий десяток с 21 начинается, но так очень интересно. ...бить рекорды по сборам и положительным отзывам среди российского кино. А я слышал, что она Чебурашка, типа, дохуя набрала, типа, бабок. Все актёры получили похвалу за свою игру, но оказалось, мало кто знает, кто оживил главного персонажа. Голос Чебурашки, мимика и эмоции принадлежат Ольге Кузьминой, которую вы можете знать по сериалу «Кухня», «Отель и Леон» и другим проектам СТС. Именно она погружалась в образ пушистого мультяшки и потратила много времени на озвучку, чтобы мы увидели такой результат на экране. Я Чебурашка! Какую-то новую профессию в Америке... Не, ну, может, гляну, гляну. Потом скажу своё мнение авторитетное. Я только вчера «Школу» досмотрел, прикидьте, блядь. Я «Школу» досмотрел только сейчас. Бля, чуваки, пиздец. Мне много людей советовали «Школу», но я подумал, ну, просто трэшовый прикольный сериал, типа, нормальный. Ну, это очень хороший, очень хороший, блядь, чуваки, «Школа», советую. Очень. Ну, кто, наверное, там, хуй знает, 2002 года рождения, хуй поймёт вообще, о чём речь. Ну, блядь, чуваки, это пиздец. Это вообще мега мощный сериал, мощный. Не, покров. Я вообще, там почти все типажи, там, мои одноклассники. Школа, как у меня, короче. Ну, там только богата у них какая-то, а так вообще очень похоже. Какие там сюжетные арки, мощнейший пиздец. Сказал, что у неё были попытки. Сценарий. Ну, можно просто «Школу» обсуждать долго. Вот чё, прикол её. Ты, типа, можешь прям долго обсуждать персонажей, потому что они очень глубокие. Представляете, там вообще мощный, там реально. Там съёмка такая, типа, блядь, ну, хуй поймёшь. Там сначала ржёшь с неё, а потом привыкаешь, короче. Вот. Ну, она такая в стиле мобилок тех времён, как на телефон все снимали. Вот. А так, типа, персонажи настолько там прописаны, чуваки, блядь. Мы реально, мы сидели вчера часа три просто пиздели про, ну, персонажи, типа. Почему именно так поступил? Почему именно так? Потому что они настолько глубокие. Это очень круто, блядь, советую. Вообще советую пиздец. И подать документы в колледж, и вчера это наконец-то получилось. Я пришла в колледж и записалась. Но я выбрала всё-таки глиндейский колледж, потому что мне сказали, что он всё-таки лучший, и здесь, ну, прям здесь классно. Мне скоро вышлют student number, и скоро мне нужно будет... А suit, fabric, вышлют? И на тест, чтобы они поняли... Ммм, а fabric, дизайн тебе вышли? У меня английского, и смогли записать меня на классы. Это вряд ли... Да, здорово вообще. Просто курсы английского, мысли о которых первыми приходят на ум, а именно какое-то обучение. Аня произнесла фразу, что её после собеседования должны будут допустить к каким-то мастер-классам. Такой вид получения информации обычно применяется в актёрских школах. А учитывая, что у Покров всегда была мечта попробовать себя в киноиндустрии, сейчас она делает первые шаги для освоения профессии. Так всё, я верю. Егор Шип в течение прошлого года дважды давал слово, что будет регулярно ходить... Мне скоро вышлют teased, и выдадут мой колледж ID. ...дал, но также регулярно... Пиздец, блядь. ...регулярно забрасывал. Вчера он приступил... Что? Что это заходит? Слово, что будет регулярно ходить в зал, но также регулярно... Что это за хуйня? Что ты на себя на цы... ...забрасывал. Вчера он приступил к третьей попытке и показал, в каком состоянии его тело работает... Бля, бля, вот это тело, блядь. ...есть над чем. Пару к нему нужно приставить Джигана, который за новогодние праздники не пропускал ни одного салатика. Кузико рэпера увеличивается в геометрической прогрессии, но самого день... ...мне такое же, вот еще чуть-чуть такое же будет копия, блядь. ...мниса, но не смущает. Да он здоровый, ему идет, наоборот, таким быть здоровым. ...тех, кто высмеивает его полноту, он в своей манере отправил куда подальше. Амина продолжает подготавливать аудиторию к окончательному снятию... ...блядь, ребят, вы готовы к снятию маски? ...своей маски. ...блядь, ребят, я скоро носки сниму, вы готовы, это пиздец вообще? ...вчера она опубликовала сниппет нового трека, под который снят клип. Но во время анонса, возможно, специально запостила свое фото, где уже четко видно, как выглядит результат после ринопластики. ...блядь... ...блядь, ребят, непривычно, да, поэтому Амми еще придется много работать над медийностью, хотя план наверняка уже присутствует. А вот, кстати, та самая песня. Тендерли в Историях поддержали друзья, сделала это даже Луна Комс, который они до сих пор... ...да же она? ...контрах. Она искренне написала, что ждёт премьеры, так как слышала ещё демку, и уже в тот момент композиция стала одной из её любимых. Они вряд ли помирились, так как Амина репостить её историю не стала, хотя, например, похожие слова Акулич выложила. Но не исключая, что девочки списывались и пытались найти хоть какие-то новые срочки соприкосновения. Да, блядь, думаешь? Списывались, блядь. Не забывает о старом друге и Никоглай, который вчера провёл стрим в ТикТоке и подключил заодно вовремя зашедшего туда Ваню Золо. Было много разговоров о политике, что произошло с Колей, что в целом происходит в индустрии Твича и блогерства. Парий наконец-то высказал в лицо Ивану всё, что он думает про его текущее развитие карьеры. Друг пожаловался, что все неожиданно стали игнорировать его сообщения, не хотят коллаборировать. А свои кринж-поступки объяснил безысходностью ситуации после блокировки ТикТока в России. Ну, это я знаю. Объясню сейчас, почему я снимался вот в этих бот-боях, потому что когда ТикТок закрыли, я потерялся полностью в контенте. Поэтому я решил сниматься в боях, и вот такой вот трэш происходил. Дилара, как и многие из нас, весь январь провалялась... Надменно, конечно, дай боже. Знаешь, почему, бля? А вот потому, что ты, бля, ты чё, не как... ...с температурой в кровати. Но она, впервые, чувствовала себя настолько... Бля, даже она болеет, ебать. ...то плохо, что пришлось по приезду в Дубай вызывать скорую. Обойтись просто таблетками не... Бля, Дилара, ты чё, бля? ...получилось, её увезли в местную больницу для проведения анализов. В своём последнем сообщении она написала, что находится в приёмном отделении, ей делают тесты и пытаются поставить диагноз. Бля, ломая все мышцы, всё болит, кашель до слёз, описала Диле своё состояние. Ночью её всё же отпустили обратно домой, будем надеяться, что она поправится максимально быстро. Бля, тоже надеюсь, здорово, здорово, хорошая новость. Прилетевший в Дубай Даня Милохин решил сменить прическу. Ему немного подпрыгли кончики волос, чтобы убрать синий цвет, а после заплели брейды. В комментариях тут же не обошлось без сравнения с сериальным персонажем Карлом Галлагером. Кого? Так как именно его образ... Ты же из Гетто, помните мультик из Гетто? Вот это его с него образовали. ...запоминающимся с этой прической. В ТикТоке Дани ещё усмотрели важную деталь с видом из окна из его номера. Это тот самый отель, в котором живёт сейчас Юлия с остальной командой Hype House. Ебать, что, блядь? Ожидаемо активизировались шиперы их бывшей пары с надеждой, что они уже встретились, помирились и вообще тайно общаются. Блядь, это чё, нахуй, блядь? Мне кажется, что это вряд ли так. Ситуацию Шпулька, судя по поздравлениям с днём рождения бывшего, давно отпустила, но желания именно дружить у неё нет. Да и отель, в котором находятся ребята, очень большой, там несколько тысяч номеров. И пересечься, учитывая, что никто из них не сидит постоянно в номере, шансов очень мало. Мало, да? Блядь, охуенные новости, пиздец, блядь. Даня постригся, а ещё у него отель, как у Юльки, и они пересеклись. На самом деле, нет, не пересеклись, ведь они не сидят в номере, какая хуйня, просто какой понос, блядь, я не могу. Бля, какая хуйня, боже, откуда он, как он генерирует эти новости, это пиздец, блядь. Ну, понятно.